Я уже прочла, нашла, все, это за май. За май? Ты будто приняла меня, чтобы меня удивила. И пусть и дайте кричьи прочь. Он знает это все, лучше нас. Мы пошли вот эти астралы, где они вот приспали, и все заснято было. С кем не встречались, перечислить нельзя. Ну, от Тихого до Атлантического океана. 600 городов и сел, и везде дарил свои книги. Они в королевских библиотеках, в библиотеке Ленина, в подарок Путину сделали. Видели вы в библиотеке в Малькунге? Медведеву, Патриарху. То есть 60-90% из тех книг, которые я издал, в полном комплекте, только на разголевку. Фантастика. Фантастика. Купили специально «Газель» для этого. И с нами, ну, шкопер должен быть первоклассный. У нас простит, да? Для дождущих. Мы же ночуем-то где, в этом полосах, везде опасность, и мы с собой взяли собак. Что интересно, собака немецкая, восточно-варпейская, хорошая. Только вернулась, а я когда-то в уголовном розыске занимался, я дорогу еще занимался. Он сразу стал чемпионом Сибири. А во вторую поездку поехали, он вернулся, и сразу на соревнование чемпионом России стал. Это вообще, чтобы симпионом России в Двоегоре стать, это надо учить. И поэтому к нам вот в Румынии там цыгане стали там так прилипать. Я только вышел, собака, и ни одного ряда у меня. Драть тебя не будешь, а собаки все боятся. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. 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 Да я сейчас смотрю, как встало. Среди крови, что там пустыня. Пустыня. Выходят там пустыня. Ну, как сказать. Не могу, она пустыня. Ну, где в Двоего уже была не пустыня. Людей собирали. У меня нога отталкивает. Во Франции. Боже делает чудеса. Вот мы только заехали. Вот среди людей, как я, в Руссии. Вот заезжаем в Лиссабон, в Португалию. Не знаем ни одного человека нигде. Где сворачиваются? И шатер не знает, где город-то столица. И вот он шатер поворачивает какую-то улицу, переулок. Я говорю, почему? Он говорит, понятия не имею. Рука сама повернула. Вот где-то сидят старички. Мы подошли говорить. И один четко, ясно говорит по-английски. Мы сразу заговорили с ним. И он говорит, я знаю, где православный храм. Но нужно 20 евро. Мы тут же обстегнули ему, как говорится, дали он. И поехал впереди нас на машине. А у них престольный праздник в этот день. И за год назад приезжал туда отец Геннадий Фаст. Немец. Бывший преподаватель Томского университета. В моем доме обратился. И он у них там был и про меня рассказывал. И они тут с запивкой, с просторами окружили. Тут же мне дали слово сказать. А один встал с тарелкой и стал собирать на дорогу нам. Люди подходят, целуются. Это надо видеть. Сколько любви русских людях везде. А когда вы такое будете, где геря? Как Господь делает это все. И при том, от нас ничего тут не зависело. Зависело одно, чтобы покорить его любовью. А уже последняя поездка была в Мурманск, там Карское море. Тут уж я не поехал. Поехали другие. Все, я закончил Европу. Какие росты вы прошли? Какие эти сабы? Беридианы вы прошли? Какие росты яны? Шесть мусульманских республик прошли. Турцию с той стороны. Я писал Путину письмо и патриарху, чтобы дали мне проезд туда к идиловцам, которые воюют там, идиловцам, которые бомбят сейчас, чтобы попасть к ним. Оттуда никто не возвращает, когда живым у них. Я говорю, разрешите. Самые места, где бомбят, самые опасные, там будут. Я знаю, у меня хорошее отношение. Какие христиан вылезали? Не пустили? Какое-то министерство или что меня по Ближнему Востоку поблагодарили, но ответа никакого на это дальше не дали, потому что полностью тут самолет сбили, с ордогеном все от нарушены, с Урцией, а сам туда не сунешься. Там надо, чтобы коридор был, чтобы повели. Вот как Господь делает. Купили Газель. Газель специальная машина русская. И проехали 130 тысяч километров. Это три с лишним раза вокруг земного шара по экватору. А вот Божья рука. Вот мы сейчас занятия ведем по скайпу, и там Евгения, и с Израиля, которые люди. Очень теплые отношения. И он спрашивает и участвует везде. А вы из Рильзяти, да, что делаете? Из Рильзяти принимают Рильзятку. Ну, скажу я, как у мусульман. Были мы в Азербайджане, Баку. Это там мусульмане. В доме мулы ночевали. Мулы у них как священник. И в мечети молились. И там комнату намаз нам открыли помолиться. И мы там с поклонами молились. Вначале они там окружили эти ваххабиты-то нас все со всех сторон. А когда я встал с колен, они уже другие были. И стали разговаривать, они уже по-дружески все. Что это Бог делает. Это человеку невозможно. Бог. И где бы мы ни были, как будто они нас ждали. Начинает. Город-то большой какой-нибудь. Вот что-то кого-то, я не пойму. Что они меня задерживают? Они, оказывается, со званиями, это людей скорее набирают в библиотеку, чтобы людей собрать, пока мы не уехали. Вот. В Дании особенно было Рыг, она русский язык знает хорошо. И шведский. Шведский это датский язык. И вот в библиотеке Королевское сегодня же ваших не будет. Это Великобритания, Шотландия. Ну, то есть весь Север все это захватили. Это Господь так сделал. Это фантастика. Это фантастика. А где это изособрана, вот, мои книги, в одном месте? Где-то это собрано, вот, ваши маршруты, беседы. Или это рассыпано? Это все здесь, которые я вам дал, найдете. Там есть плейлисты, допустим, миссия. И там видно, как мы ночевываем, как мы ходим, фотографируем, где, когда. На Восток ездили, у нас был отбой. Весь там ложились спать в десять. В два часа ночи подъем, мы уже в дороге. Каждый день тысячи тридцать километров проезжали. Ох. Каждый день. Два шофера за рулем. Как Господь сделал, вверх, 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 вверх. Пай, что ты хотела? Пай, что ты хотела? Пай. Да ладно, потом остат там опять. Да как вы? Время там пойдет. Так, я вас спросил. Ты как бы ночного? Наста майская, да? А, ты лежишь в виду майская? Журнал за май. Это пасха, пасхальный, я думаю, красивый такой. Пай, да это все ерунда. Мы сейчас уже будем уходить, потому что у нас время ограничено. Как вас спустили? Попросили, я только 4 месяца отсутствовал, я сказал. Я 4 месяца не был в городе, и врач разрешил. Виктор Андреевич, врач наш, поклон передает. Я, говорит, постоянно молюсь, а не поеду. Да, слово говорит, я все время молюсь. Договорили сразу говорить с вами, что я никогда ее не забываю. Правда? Да. Это любовь. Другого слова нет. Ну, у меня, конечно, я надеюсь на все, у меня огромная, ну, невыносимая боль, это Игорь, он был здесь сегодня. Даже люди обратили внимание. А мы не будем беспокоить вас, мы пошли. Ну, вы мне праздник такое сделали, спасибо вам большое. Сейчас Володя попросит, что он нас сфотографировал. Сфотографирует на память. Сейчас все хорошо, нормально, все руки так... А я не где-то больно, больно, это, знаешь, это мучает. Всем, всем, всем привет, встречу. Скажите, что я очень трогая. Это вы нас возили в какой-то автобусе, в районе твоей? Не вы? Нет. У меня машины нет. Мы живем вместе. Это для меня как сын. Да, да, я ему все подписал, и все, он со мной живет. Он, говорит, беспризорник, можно сказать. Он издалека приезжий, мы познакомились, приезжий. И мы свое имение, и мы свое вместе. Все, все, я ему подписал, все. Мы живем вместе. Так что это для меня сын мой. Я родственника ничего не оставляю, потому что у всех все есть, а у него ничего нет. И у него должно быть все. Как он развелся? Скажите, спасибо. Как я сказала, Виктор Андреевич. А Виктор Андреевич, и он большой, при большой пусте. И мы все большой, спасибо. А? Мало температура. Среди ночи утрякнули. Ну, это для нас. Надеюсь, подняться. Надеюсь, подняться. Мне надо подняться. Да надо, конечно. Он у меня и... Это аппарат возьми, да? А мне идите с чего? Да, да. Дай-ка сюда. Что? Я сейчас покажу, если ты это сделаешь. Нет, так я знаю. Виктор Андреевич, такой мужик я-то вот не могу. Он как-то хребцов. Вот, смотри. Зайди сюда с этой стороны. Мы в оба попадем. Смотри, Татьяна, знаешь, надень на шею. И вот эту вот кнопочку нажмешь. Ну, смотри, тут в рамку. Это видно, где оно? Ну, я вижу, да. Вот эту кнопку, да? Да, да, да. Вот нажмешь. Видно, так наведи, и... Может, мне приподняться? Не, 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 не. Ты его куда-то, видишь, ага. Давай, нажимай крепче. Так, что-то... Сейчас, подожди, не видно же. Уже нажали. Еще раз, нет? Еще нажмите и отпустите. Надо вновь сверкнуть, больше нажми. Все, так. Это должна быть вспышка. Еще делаем. Еще, еще. Еще надо? Конечно, потому что может... Только здесь пальцами еще не трогайте. Ты нажмете сразу. Ой, нет, что-то не вскутнуло. Мы посмотрели на них. Мы дословились. Сфотографировалась не этот... Вдруг нашел, а то еще не... Держите меня, просто. Он мой дом привезли, еврея. На проте, чтобы видно было. Аум Израилевич. Родители... Он там, приближенный к патриарху. И в Москве так же, перед храмом почти Христа Спасителя, там метров 200 есть или нет, там на Берсеневке служат и вумин. Как приезжают туда, там везде оповещают, где собирается храм большой, еколы на Берсеневке. И там тоже, наверное, сводят. То есть отношение разное. И Господь Черезранное сотворяет свои дела. Нынче у нас на лагере была большая такая нагрузка. Рост потребнадзор на нас нападал. Полиция. Нападали в суд. Что было? Нынче в Гвардову тут суд был. И суд отказал от претензий. Они приобрели? В отсутствие состава преступления. Прискрепились в вашем лагере, да? Да, к лагерю. Там дети? Дети. 45 лет. 45 лет. Я основатель, начальник детского лагеря. За 45 лет ни одного отравления, ни одного повреждения. А нынче 14 детей утонуло у них. И хоть бы что. Утонуло в Финском, там где-то заливе. И указали от президента. Батюшка, говорю, отходил за хищу. Ну вот все это. И Господь так сделал, что к нам претензий как бы и нет. И работать уже нельзя. Подряд все лагеря закрывают. И в Гвардовской области не до лагеря осталось. Все закрывают. Требования невыносимые. То есть мы покупаемся в пруду. 180 лет пруд. Купаться там нельзя. Вот такое. Ну как у нас все. Ну. Ваш лагерь. Вне закона? Ну как вне закона. Они не сказали так. То претензия. Мы понимаем, что это приговор. Я его расформировал. А, ну стали принимать. То есть они прибыли по пустому месту. Лагеря нет. Я распустил обслугу. Детей распространил по домам. А по домам они имеют права идти. В гости. В гости. Теперь мы приобрели несколько домов там по деревьям. И мы приглашаем гостей. И никакого лагеря нет. А дети все равно будут отдыхать. Это наши дети. У меня были там казахи, киргизы, там ненцы, сыгане, евреи. Кого-то это не было. И баптисты, и православные католики. То есть это лагерь любви назван. Может я когда-нибудь вам все-таки съесть. Вот так. И поэтому мы молимся. Вы будете молиться тоже вспомнить. И чтобы Господь как-то все устроил. Ой, Гнатьевныч. Мы шесть прудов там восстановили. У меня. Дорогу. Страшно. На полосах жизни страшно. Я бутылочку верну назад, чтобы вы ее не потягали. Десячного доброго. Надо идти уже. Вот у нас спустили. Мы пошли. Вы всегда с нами. И никуда не ушли. Как это сказала, мы каждый день стали сразу молиться. Я вчера Виктору Андреевичу говорю, а за нее так коголю молится. Я думаю, да, он уже про меня забыл. Да, конечно. Здравствуйте. Боечка, вот блинчики с чаем попилишь. А там рядышком, помнятая слива, банальчики. Слива, хорошо. Да. Завтра меня выписывают. Да? Так что, если есть у кого желание, вы знаете, где я живу. Телефон мой есть. Ты бы только ушла. Вот только переступила по роду. Тут все телефоны наши. Это же капустина. Телефоны все тут мои и все. Все ваши. Вспомнили. Это сайт, форум, ютуб и мейл.ру. Все здесь есть. Ну, учтите, я в этом деле. Ну, телефон... Ты это посмотришь спокойно. Таблетками сильно не увлекайся. Говорят, при сращивании это мы ее хорошо помогает. Так или нет, не знаю. Ну, что-то будем делать. Ну, у меня племянник, а у меня на обоих ногах. Все уже железно заставлено. Все еще на машине ездят. Суставы. Ну, мне поставили искусственный... Ну, вот. Не соглашайся лежать все время. Нет, ходить надо. Ходить надо. Тренироваться. Задрол заточный день. У нас сейчас проблема, как меня домой доставить. На третий этаж. А так-то довезут. Нет, брат. Конечно, надо теперь уберечься. Я в прошлом году полез с голубями и слез, естественно, не извелся. Упал. Подскользнулась нога, у меня две банки горох, где-то мне с этим голубям. Ну, и рухнул. Упал в снегу, не шевелил. Шею попробовал. Ничего, ногой пошевелил целый. Да кто же за меня молится-то так? Живой. Живой и ничего не молится. Непокровеченный. Первая мысль. Кто же это молится за меня-то? Спасибо вам за все. Вас спасили, Господи. Все побежали. Потому что мы обещали, что скоро выйти. Всем большое приветствие. Да благословите вас всех, Господь. Обязательно. Помоги, Господи, вам. Спасибо, что вы везли. Правильно, да правильный. Всем-всем поклон, всех лучших. Хорошо. Оставайтесь все с Богом. С Богом. До свидания. До свидания.